На первом этапе турнира ребят познакомили со спортивным ЧГК. Детей разбили на несколько команд. Ведущий задавал вопросы, после чего давал с минуты на обсуждение. Свой вариант капитана писали на специальных бланках, а затем по сумме правильных ответов начислялись баллы. Вопросы были самые разные. Ну, мы вопросы не сами придумывали, но брали из ранее отыгранных турниров, немножко редактировали, местами там пришлось исправлять. Для того, чтобы правильно ответить, не обязательно было обладать обширными знаниями в разных сферах науки и искусства. Вопросы были направлены скорее на умение находить некую логику. Лучше всех со спортивным ЧГК справилась команда под руководством Ирины Сафатовой из Курчатова. Подобный формат проведения турнира ребят заинтересовал. Я считаю, что эти мероприятия нужны для сплочения коллектива, и может, для заведения новых друзей. Ну, и как раз факты можно узнать из жизни других знаменитых людей. Затем участников турнира ждал брейн-ринг. В отличие от спортивного ЧГК, на этом этапе надо было опередить своего соперника, быстрее нажать заветную кнопку и выдать правильный ответ. Команда Ирины Сафатовой лишь немногим уступила соперникам, которыми руководила саровчанка Мария Головина. Мы с командой очень рады, что мы победили в этом турнире. Это было для нас очень неожиданным исходом событий. Мы очень рады, мы старались, делали все, что в наших силах, и я считаю, что мы этого заслужили. Самым сложным, по признанию Марии, было удержаться от нажатия на кнопку до того, как ведущий скажет время и прозвучит сирена. Я согласен, что для новичков это очень проблематичный момент. Даже опытные команды зачастую не выдерживают доли секунды и не чувствуют, когда нажать на кнопку. По оценкам организаторов, турнир получился. Хотя не на все вопросы команды нашли ответы, но в целом с заданиями справились. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.